День добрый, на связи МК Бацкий и сегодня мы поговорим с вами об одной культовой, интересной и безусловно известной одной из самых интересных игр, которые были выпущены в конце 90-х годов под названием Half-Life. Да, мои дорогие друзья, мы будем сегодня говорить о новой игрушке, новой, конечно же, на нашем канале, новой не, в смысле, что она недавно вышла, эта игра вышла очень давно, игра культовая, Half-Life, да? Ну, думаю, все эти, все люди, мы, кто играл в компьютерные игры, эту игру хотя бы знаем или что-то слышали, а я думаю, процентов 90-х из нас эту игрушку хотя бы запускали и уж определенная часть из них ее точно доходила до конца, да? Я, например, в свое время эту игрушечку проходил, она интересная. Ну, так вот, мои дорогие друзья, сегодня мы будем с вами говорить о Half-Life. Непосредственно игра культовая, она однозначно должна быть на нашем с вами старом добром консервативном канале. Что за игра? Half-Life, ну, если переводить название игры на русский язык, это будет период полураспада. Это игра в жанре научно-фантастического шутера от первого лица, мои дорогие друзья, с элементами мультиплеера, хочу подчеркнуть. Непосредственно тут представлена у нас с вами одиночная сюжетная кампания, где мы играем с вами за небезызвестного Гордона Фримена, ученого, который занимается тестированием экспериментами в Черном Мессе, непосредственно, да? Да, так сказать, специалисты в области теоретической физики. Это, если говорить про одиночную составляющую, но есть в этой игре непосредственно и мультиплеерная составляющая, где мы можем играть по сети с другими игроками. Но обо всем по порядку. Давайте будем с вами последовательно и распадывать все по порядку. Ну, насчет названия. На русском языке, как я сказал, называется у нас период полураспада. Непосредственно, если вы интересовались квантовой, там, допустим, физикой или, там, не знаю, обычной физикой, ну, в конце концов, имеете представление о науках теоретических, физических, да, то название, в принципе, должно быть вам понятно, потому что многие, как у нас раньше, как только не стебались, эту игру не называли. Знаете, там, полужизнь, дословный период, халф, половина, лайф, жизнь, да, полужизнь, и еще, как только ее не называли, халява называли ее одно время, да. Ну, как только не называли непосредственно, если вы уж говорите о самом названии, период полураспада. Что в нем кроется в этом термине? Кстати, вот мы с вами будем проходить эту игрушку у нас на канале, будем проходить полностью. Ну, и, как вы заметите, тут много именно вот таких вот шуточек, приколов, отсылочек именно к физике, к науке, даже не только к физике, другим наукам, но вот много именно здесь теоретической физики, я бы сказал бы, это даже хорошо, с научной точки зрения, с образовательной, в общем-то, даже, да. Так вот, период полураспада, это такое вот состояние, время, в конце концов, Т1-2, если уж так формулировками выражаться, да, за которое происходит распад какого-то вещества. Допустим, вот в радиации, знаете, период полураспада часто используется. Допустим, радиация полностью никогда не исчезает, даже вот в нашем нормальном состоянии есть какое-то значение радиации, но оно крайне маленькое, понятное дело, невысокие значения. Ну, непосредственно, допустим, период полураспада какого-то вещества, допустим, 100 лет, да, то есть, у нас концентрация вещества 100, через 100 лет уже будет концентрация 50, а еще через 100, оно не исчезнет, если продолжить, через 100 лет еще она будет 25 концентрация, потом еще через 100 лет 12,5, ну и так далее. Ну, в общем, вот такое вот интересное название, я посчитал должным это вам расшифровать, может, кто не знал, допустим, чтобы у вас было представление, почему эту игру так назвали разработчики. Период полураспада, хотя, на первый взгляд, это никак не стыкуется с сюжетом, но до этого мы с вами тоже дойдем. Так вот, мои дорогие друзья, Half-Life была выпущена, сейчас мы поговорим с вами об игре, мы всегда, когда начинаем какую-то игрушку проходить на канале, вы знаете, мы всегда вначале говорим о самой игре, чтобы у вас было представление, что это вообще такое, потому что, например, Half-Life, я думаю, знают многие, а вот тонкости ее разработки и какие-то интересные факты, это мало кто знает, я всегда делюсь с вами своими знаниями, опытом, что я на этот счет знал, что нашел, что вам рекомендовал бы знать, ничего лишнего мы никогда не говорим. Так вот, Half-Life была разработана 8 ноября, выпущена, точнее, разработана, выпущена 8 ноября 1998 года. Разработчики ее это небезосвестная компания Valve Software, я думаю, вы такую компанию знаете. Компания основана была 24 августа 1996 года, то есть приблизительно за 2 года до выхода с самой игры, это их первая крупная серьезная такая разработка была, разработана, она была двумя талантливыми программистами, выходцами из компании Microsoft, да, это Гейб Ньювелл небезосвестный, который владеет, допустим, вот сейчас, этой же корпорацией полностью, она была соучреждена двумя людьми, первый это Гейб Ньювелл и второй это Мэйк Херрингтон, потому что многие, например, последнего забывают. Так вот, вот эти два товарища работали раньше в Microsoft, были довольно квалифицированными специалистами и поняли, что если хотят чего-то добиться в рамках бизнеса и продвижения себя лично, то надо работать не на дядюшку Билла Гейтса, например, да, а на самих себя. Ушли, создали свою компанию Valve Software, да, и были ее соучредителями, но до недавнего времени были соучредителями так уж много, не так уж долго, буквально 4 года. 15 января 2000 года Мэйк Херрингтон продает свою долю непосредственно Гейб Ньювелл, Гейб Ньювелл становится единственным полноценным владельцем этой замечательной корпорации, этой замечательной компании, да, то есть выкупает он его долю, Мэйк Херрингтон, своей супругой уходит в отпуск, но он, в принципе, уходит как бы из индустрии разработки, по сути дела, да, потому что, допустим, Гейба Ньювелл знают многие, очень я вот не понимаю вот школьников, которые мемы там про Гейба, там шуточки всякие, нет, действительно, человек довольно уважаемый, авторитетный, специалист, вот даже вот если мы будем проходить с вами Half-Life, а мы его будем проходить, вы увидите, что здесь действительно раскрывается его, даже, я бы сказал, в хорошем плане познание в некоторых науках, что он хочет поделиться, то есть, на первый взгляд, Half-Life это не где-то бегаешь ломиком, все там, ломаешь хаткрабов, мочишь там налево и направо, да, тут довольно интересные вещи с научной точки зрения, естественно, научные скрыты, поэтому человек действительно компетентный, авторитетный и надо относиться к нему с должным уважением, вот они вот эти вот детские шуточки, там про Гейба, знаете, какие у нас популярные, так вот, Гейба Ньювела знают все, а вот Майк Харрингтона мало кто знает, кстати, относительно недавно он решил вернуться, но, может, по-моему, никак не относительно, по-моему, в шестом году, в 2006 он что-то решил в игровую индустрию вернуться, сейчас вроде что-то делает, участвует, но не так активно, понятное дело, первая скрипка из этого дуэта у Гейба Ньювела, так вот, это компания-разработчик, Valve Software, соответственно, был издатель, издатель это компания Sierra Stadios, вот Sierra Stadios, это та компания, благодаря которой Valve Software появилась и выжил, потому что, ну, изначально, когда Гейб с Харрингтоном создают, с Майком, да, вот эту компанию, понятное дело, нужно финансирование, в игровой индустрии без денег, сами понимаете, ничего не сделаешь, вот эта компания Sierra Stadios взяла под опеку, так сказать, под крыло, Valve Software, помогла им финансово, вот, например, игра, кстати, она создана на девушке Quake, небезызвестного, знаете, игру Quake, я думаю, разработана ID Software, игра культовая, классическая, у нас на канале, безусловно, когда-нибудь будет, это 100% говорю, да, все части даже, думаю, 3 точно, ну, и дальше пойдем, конечно же, так вот, вот эта Sierra Stadios, она оплатила покупку лицензирования, скажем так, движка Quake для разработки, в частности, вот, Half-Life, ну, и другими финансовыми способами помогал, соответственно, в общем, издатель, я думаю, понимаете, имейте представление о том, кто есть издатель в игровой индустрии, да, сейчас, конечно, с издателями несколько иначе, поскольку уже информационные эти, раньше наносители, в частности, издавались, то есть, ну, это, знаете, как вот, допустим, вот я писатель, да, кстати говоря, я пишу книги, раньше, вот, мы могли печатными носителями, сейчас это тоже распространено, да, печатным экземплярами люди покупают книги, это стоит больших денег, а в электронном виде это просто выпустил продукт, как бы, ну, не нужны какие-то затраты на носитель, скажем так, на материальные, да, так же и тут, так что роль издателей постепенно сейчас уходит на второй план, но они все-таки сохраняют свою позицию в рамках продвижения и сохранения непосредственно самой разработки процесса технологического. Ну, так вот, мои дорогие друзья, Sierra Stadius, вот, она очень сильно способствовала созданию этой игры, в частности, поддерживала Valve Software. Так вот, мои дорогие друзья, игра Half-Life разрабатывалась полтора года, полтора долгих годы эта игра создавалась, и, кстати говоря, вот название игры, Half-Life это уже позднее название, когда оно уже вышло, да, рабочее название игры было Quiver, да, ну, как Quake, только Quiver, Quiver, вот, вот так вот, если читать, да, Quiver, это рабочее название игры. Кстати, к сюжету, к проработке всего этого был приглашен известный писатель, научный, фантаст, скажем так, научный, да, это Марк Лейдоу, если вам о чем это говорит, тоже человек пишет серьезные такие довольно интересненькие научно-фантастические работы, можно рассказывать, можно почитать, ознакомиться, если кто не знает, но все-таки человек известный, все-таки, в конце концов, Марк Лейдоу, да. Так вот, мои дорогие друзья, эта игра вот такая вот, она и разрабатывалась, была выпущена, как я уже сказал, 8 ноября 98 года, кстати, относительно недавно, от даты публикации этого видео, как вы могли заметить, совсем относительно недавно, так мы играем со словами. Так вот, мои дорогие друзья, она была выпущена на ПК, персональный компьютер, как вы догадываетесь, позднее она претерпела несколько портирований, в частности, она была портирована на Sony PlayStation, вторую, не первую, вторую Sony, да, PC2 в 2000 году, аж в целом в 2013 году, представляете, спустя сколько лет эту игру перездают, она получила больше 50, сами знаете, международных наград различных там, журналов, изданий, да, игра культовая все-таки, вы понимаете, по мне, у нее многих таких авторитетных изданий, игра, самая лучшая игра всех времен и народов, да. Ну, конечно, это тезис спорный, вот я всегда уже высказывал, что вот какая игра лучше, какая хуже, вот как ты это определишь, там будешь по одним сотам, когда вот эти рейтинги там, а у этой игры 7,8, а у этой 7,7, вот это там на одно сотую лучше, все это хрень собачья, мои дорогие друзья, это не определишь, игры это искусство, нельзя их вот так вот какой-то уравнять системой, я считаю, мое мнение, игра, безусловно, достойная, игра, безусловно, одна из даже вот таких вот прекрасных, это я не оспариваю, но вот самое лучшее, не самое лучшее, вот это как-то, ну, знаете, несерьезное, я считаю, мы с вами серьезно взрослые да поэтому кольцо самое лучшее играет анну про какую либо хруне обязательно же проект это очень глупо я считаю так вот мои дорогие друзья в 2013 году наш плана партия ну как партия адаптирована подвинутся и маккос дам вот такие вот интересники факты непосредственно может быть кто не знал но теперь будет кто знает дам когда было выпущено множество дополнения аж целых два самостоятельно модификации виду был упущен два основных дополнения ключевых который нас тоже пустое на канале сто процентов я гарантирую вам это оппозиция форса и позднее было еще выпущено больше но я не буду наверно сейчас рассказывать не пропустил форекс не проблющив потому что мы до этого с вами дойдем будут на канале я там детально расскажу нет смысла так скомканно рассказ просто вы что грим были упущены два дополнения важных которые серьезно и без этого полная сюжета довольно интересные с точки зрения прохождения так вот а мои дорогие друзья мы идем дальше еще была выпущена игра half-life дека и да там про двух ученых рассказывается до женщины имею ввиду но это на другую консоль я думаю может быть она у нас тоже будет на канале я думаю если я разберусь с портированием этой консоли небезызвестной да то я думаю она у нас по любому будет потому что несколько игр с той консоли тоже намечен но обо всем по порядку да сейчас мы все таки с вами собрались проходить half-life да что еще надо знать важно что half-life она стала культовой игрой в революционной своем плане непосредственно для игровой индустрии и на базе нее было основано множество игр скажем так как модификации используется вот этот вот движок формат half-life да такие игры как и культовые так и соответственно мало может быть вам известны вообще если вообще известны да конкретно что было от half-life создана да я имею ввиду скажем так half-life оказала огромное влияние и благодаря ей на основе ее движка было созданы следующие игры первое это counter-strike но я думаю что за игра пояснять тоже очень глупые игра тоже культовая известная до сих пор в нее очень много народу играет это контура стайк первое это известная игра я думаю понятно вторая это team fortress ну не такая известная как half-life я имею ввиду team fortress 1 сейчас team fortress 2 она очень сильно отличается понятное дело вот общего практически ничего нет но тем не менее вот вторую знают многие первую знают мало кто вообще если что то пошло даже прикольный такой факт что team fortress 2 бесплатная team fortress 1 платная да ну когда ты team fortress 2 тоже была плотная платная вспомнил хотя бы orange box но это отдельная история так вот так что-то подвылетело неважно продолжим мысль так вот team fortress все таки игра первая не такая узнаваема как вторая но все таки я ее бы отнес к играм узнаваемым которые на которую повлиял непосредственно half-life да идем дальше третья игра это тоже но это уже даже сказал игра игры не узнаваемых три штуки я их назову может быть вы их знаете может не знаете да я говорю конкретно сейчас первое это day of the fed day бесчестия день поражения можно так сказать перевести до day of and fame это уж тогда день поражения другая игрушка у нас тоже на канале будет но это более новое понятно так вот там уже сами понимаете какие события мировая это все таки игра не такая популярна мало известная хочу сказать но тоже игрушечка интересная довольно да свое время на так сказать оказала определенное влияние на развитие именно такую исторического подхода к играм все таки это научная фантастика например кс это больше шутер спроса стрелял кого-то продать в дфд это именно исторического формата игра представлена так дальше у нас были выпущены еще две игры таки мало популярны первое это точно уже вторая после дфдф это рикошет я думаю это вообще вам ни о чем не говорит честно говоря ею даже сам особо то мало что про нее знаю но суть простая что мы там стоим кидаемся дисками там сами прыгаем но такая вот интересная игрушечка специфичная ну не ошибка какая-то крутая интересная но тоже вот интересно что она определенную популярность снискала в свое время выстрелила в чем-то но сейчас понятное дело это вот не так культово как half-life тоже например да даже как кс го допустим кс го тут и кс 1.6 так вот ну и 3 это дед матч classic тоже вот интересная игрушка на мультиплеер ну стреляться побегать тоже было прикольно свое время но она не такая популярная на больше так чисто на масочку было сделано но это отдельная история так вот мои дорогие друзья вот на что повлияло half-life это лишь я говорю наиболее крупные основные игры там было еще бесчислено множество модификаций которые обсуждать все это мы с вами за одно видео и за два и за три наверное все не обсудим потому что очень много всего было выпущено игра кстати говоря было революционной с точки зрения графики для тех годов фотографика была очень совершенной в принципе сейчас она глаз радует отращение не вызывает не плюешься да что было упущено кстати две демо версии довольно интересный факт day on день 1 условно это время 1 сентября 98 года за месяц до выпуска и uplink 19 февраля 99 уже после выпуска на самом деле через сколько времени вот например дефютм day on демонстрирует некоторые особенности игрока например тот же аплинк она демонстрирует уже даже в других сценариев других событий непосредственно до которых нету и ночной игре и в одиночной но в самом shape это людей ночные мои дорогие друзья девочки мальчику life это более уже сейчас одиночных хотя мультиплеер здесь довольно интересно кстати говоря мы здесь собрались не ради мультиплеера хотя может быть что то с вами и придумаем если это вам интересно мультиплеер тоже можем посмотреть и посмотрим обязательно. Так, так вот, некоторые демо-версии этой игры поставлялись в комплекте с новыми видеокартами того времени. То есть игра действительно по графике была очень сильной, очень хорошей, и это не могло не радовать и не может не радовать. То есть игра действительно была наворочена, даже если мы сейчас откроем настройки игры, с вами видео, тут даже есть галочка, низкое качество видео помогает слабым видеокартам. Ну сейчас-то мы, конечно, смеемся, но в те времена это действительно имело свой смысл, мы понимаем. Так, мои дорогие друзья, ну, в принципе, что за игра понятно, думаю, вам информацию базовую дал о том, что он с собой представляет, объяснил, об игре рассказал. Мы, вот туда же сетевой режим, даже вот можно отдельно посмотреть настройки, ну, вы знаете, тут можно выбирать всякие меточки, которые сунь цвета, там, тут настраивать эти полосочки, первые персонажи, Барни, тот же Блэйшиф, да, других персонажей, Джимен небезызвестный, да, там, ну и прочее, просто так вот, пощёлкаем, показываем, что это есть. А модель даже высокого качества есть, такая вот галочка, ок, нажмём. Так, ну что, мои дорогие друзья, вот информацию вам дал, теперь давайте переходить к самой игре. Проходить мы, а, у меня используется, я специально поставил ради вас, мои дорогие друзья, нашёл хороший качественный русификатор, проверил его, да, чтобы они говорили персонажи на русском языке. 21-го используем мы, по-моему, версию 21-го века, или как она там называется, этот перевод, или не 21-го, ну, я в следующей части, когда будем писать, я вам уточню, я сейчас не скажу, не записал этот фактор, не запомнил, не обратил внимания, но, в общем, хороший русификатор я нашёл для этой игрушечки. Мы с вами продолжим, хотя нет, давайте сейчас паузу установлю, скажу, что за русификатор, а то вроде бы из головы что-то вылетело, должен был знать, сейчас, одну секунду. Да, я здесь что-то запутался, ну, не запутался, как бы, это вот вам рассказываю, увлёкся, да, всё правильно, говорю, 21-й век, мне почему-то в голове переклинило, какой 21-й век, что-то типа не то. Нет, всё правильно, от перевода, хороший, качественный перевод от 21-го века, всё вплоть до состояния костюма. Ну что, мои дорогие друзья, вы готовы окунуться в прохождение этой прекрасной, интересной, замечательной, культовой, в конце концов, игры? Я готов, погнали, начинаем новую игру. Но, чтобы это было правильно, полностью канонично, вот мы Хоксуфар проходили на канале, мы обучение проходили, так что давайте тут тоже обучение пройдём. Я в эту игру не играл очень давно, я говорю сразу, я её полностью проходил, не буду ничего спилерить вам, ну, мало ли, вдруг вы не проходили. Я запущу именно с стандартного обучения, будем проходить, но хотя бы посмотрим, вспомним, я... Сейчас вспомнил, вы вспомните. Добро пожаловать на курс обучения использованию скапандра. Я, твой голографический тренер. Начнём обучение с того, что оденем скапандр. Он находится за дверью прямо перед тобой. Если увидишь такую кнопку, нажми её, я появлюсь и покажу тебе определённые движения. Привет, добро пожаловать на курс обучения использования скапандра. Костюмчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, херст костюм. Херст. Ага, круто. Знаешь, у нас будет агрессив... Выпустите нас, нет? Я чтоб не так сделал. Чё? А, ладно. Перемещение в скафандре сначала может немного дезориентировать тебя. Да, нормально. Поэтому попробуй простые перемещения в скафандре. Потренируйся, пока не привыкнешь к нему. Он станет, как вторая кожа. Увидимся за углом. Ну, 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 да. Окей. Куда он? Я... А, ладно, не важно. Да, мы, друзья, вот мы смотрим графику. В принципе, я хорю, вот отвращение не вызывает. Тем более, они делали ретекстуру всего этого. Не открывается, зерка? Ну ладно. Ну да, немножко вот нажимаешь вперед, он как-то... Типа вот как шаг делает, как будто реально, как будто вот, знаете, в костюме немножко по-другому ходит. Это чувствуется. Первое движение, которое мы выучим, это прыгание. Сейчас ты попробуешь перепрыгнуть через эти трубы, используя свои команды бег и прыжок. Начинать надо с команды бегать. Посмотри, как это делаю я, потом попробуй сам. А мы разве не бегаем по умолчанию? А просто вот это имеется в виду. Сейчас смотришь. А, ладно, можно. Успорная работа. Хотя работает скафандр. Нужно направление следующей зоны. Ага, хорошо. Теперь нужно проползти под препятствиями. Помню, что переползание автоматически включает костюм на скрытый режим и снижает производимый с тобой шум. Угу, это хорошо. Так, ну, контроль. Чё ты не туда смотришь? Смотри на меня. А не укриво поставили мои дорогие друзья. Так вот туда смотрят. Просто здорово. Я что-то уместил тебе. А, ну, может быть, это имело смысл. Теперь же ширим задание. Тебе придется прыгнуть, проползти и снова прыгать. Какой ужас. Какой ужас. Какой ужас. Тебе придется тебе. Это чё-то сложного. Стандартное движение, по-моему, из этой игры даже известно. Ну, ладно. А проще вот так вот нельзя, типа... Ага, типа невидимая стена. Нормально. Хорошо. Ну да, согласен. Прикольно. Так, подгрузочка. Кстати, особенностью игры является то, что всё идёт в рамках одноуровня. То есть нет непосредственно какого-то разрыва и прочего, кроме одного момента, но я не буду о нём говорить. То есть игра полностью идёт по порядку. То есть нет никаких разрывов и прочего. Воеди на лестницу, посмотри вверх и продолжай двигаться вперёд. Если хочешь спуститься, просто войди назад. Ага. Ну да, это понятно. Следующие три прыжка всё сложнее и сложнее. Да ладно. Но выполнить их возможно. Серьёзно? Если сможешь сделать все три за один раз, это будет просто здорово. Ух ты, круто. Ну ладно, прямо с самого края прыгать. Прекрасно. Ага. Вот ещё один способ прыгания. Ещё один, а что, какой-то был особый или... Ладно. Дальние прыжки, функция скафандра, которая требует отдельного зарядного модуля. Для длинного прыжка тебе нужно присесть, продвинуться вперёд и запустить прыжок. Когда поднимешься на платформу, нажми кнопку и я покажу тебе прыжок. Мускульный усилитель включен. Мускульный усилительное название. Мои, дорогие друзья. Ага, придвижение вперёд. Ну, по-моему, это вот так дело. Хорошо. Ну да. Ещё столько приколов. Ай, с вас прыжка была. Но это отдельная история. Тут, кстати, Бахса раз прыжку убран. Steam версия у нас, мои дорогие друзья. В ней проходим. Будем проходить. Включи лифт, подойдя к кнопке, посмотреть на ней. Нажал. Ты бей, когда ты дай руку, есть только один путь в ней. Найди мишень внизу и постарайся спрыгнуть на неё. Прямо на мишень? Если ты сломаешь тебе что-нибудь при падении, на следующей станции мы тебя подлезем. А, ну ладно тогда. А ящики не ломаются. Ну, по-моему, тут есть. Фрегл. Типа сломается или что? Ладно, неважно. Такс, ага. Вот знакомая станция. Вы помните их можно использовать для восстановления здоровья. Подайте к аптечке и нажмите кнопку использования. Твоё здоровье постепенно улучшает. Угу. Пока не станет максимально. Или пока аптечка не закончится. Если лампочка на ней не горит, использовать её уже нельзя. Угу. Это очень важно. Ну, у нас отняли этот... Нет, не отняли рюкзак. Чтобы развернуть мост, подойди к колесу управления и нажми кнопку использовать. Ага. Круто. Чудесно. Чудесно. Да ладно. Так, прикольненько, да? Ну, в принципе, обучение понятное. Просто, надо же полностью всё посмотреть. Мало ли что, интересно же. Когда нужно пройти трудное место. Попробуй прыгнуть в этот проём. Угу. Угу. Таракашка. Чшш. Воздавили. Так. Тут даже можно, по-моему, проще так, да? Физика здесь в игре всё-таки для тех лет довольно неплохая. На герта ничё не получается и можно попробовать разбить объект. Убедить, что достал подходящий инструмент и просто подплыть всё на мелочь. Ну да. Старая добра монтировки тоже не помню. Самый узнаваемый символ игры. В следующей зоне Тебя нужно включить фонарь Энергия восстановлена До 15% Энергия восстановлена До 30% Энергия восстановлена До 45% Энергия восстановлена До 60% Там есть еще Помню что фонарь потребляет энергию Поэтому если он не нужен Его надо выключить Таргет рейндж О стрелять будем сейчас Добро пожаловать на тренировку На стрельбе Если научишься стрелять из личного оружия Перезаряжать его А также стрелять из подствольного гранатомета Возьми оружие И подойди к тиру Ага Ну это уже интересно, да? Тебе нужно попасть во все цели Чтобы закончить задание Если ты промахнулся первый раз То есть да Кушень появится снова Старайся перезаряжать оружие В подходящий момент Ломаемое, не ломаемое Чтобы отроны не закончились В неудачное время Чтобы выстрелить из гранатомета Используй кнопку выстрела Номер 2 Некоторые объекты Разбиваются только при прямом попадании Гранат Внимание По счету 5 4 3 2 1 Уху Пожалуйста, переходи к следующему Окей Оружие отбирать не будете, нет? Индикатор кислорода в крови Предупреждает тебя о том Что нужно найти источник воздуха Когда ты под водой Индикатор начинает снижаться Где этот индикатор? Мы даже не заслушали Нет, так, кстати, не показывает ни где воздух, да? Ты увидишь, как индикатор кислорода Даже не заслушали, ну да ладно Не слишком, да, я думаю, что это там критичное Таракашку надо задать Букашку Это зарядное устройство для твоего костюма Нет, не хватает энергии Встань на такое устройство и нажми кнопку «Использовать» Костюм постепенно перезаряжает А устройство разряжает Индивидуальные батареи тоже можно использовать для зарядки костюма Окей Если ты проходишь через огонь или пар Ты увидишь индикатор теплового поражения Стрелка посередине твоего кислорода Показывает, с какой стороны происходит поражение Угу Испугались? При наличии в реакции автоматически включается счетчик кейлер В соответствующий индикатор в реакции Биоопасность также показывает, что это не так Внимание Опасный курень авиации Да блин, серьезно? Состояние Ну да Переходи в следующую зону Проведи охранника в следующую комнату Подойди к нему и нажми кнопку «Использовать» Он будет сидеть за тобой Пока ты не повернешься к нему лицом и не нажмешь кнопку «Использование» еще раз Джекпот, мои дорогие друзья, джекпот А тут ничего не выпало А я ему типа пофиг, что это все хорошо ломает, да? Да-да-да-да Типичная локация Нажми кнопку «Использовать» для включения поезда Используй кнопки «Вперед» и «Над» Пока Куда мы едем? Поздравляю! Ты полностью закончил подготовку Теперь ты сертифицирован для использования защитной системы Mark IV О, круто, мои дорогие друзья Нам дали сертификат Поздравляем У нас первая ачивка Я стимусь Нет, тут здесь чимук стима Хотя Valve приложила много для продвижения системы ачивок Так-с, ну что, мои дорогие друзья Вы готовы отправиться в путешествие? Я готов, погнали Будем проходить сегодня первую голову Тут по главному все разбито Но мы, как с вами истинные хардкорщики Конечно же, выбираем уровень сложный, да? Все это видим Мы начинаем Ну что, мои друзья, вы готовы? Я готов, погнали! Half-Life Здравствуйте Добро пожаловать в систему перевозок Черная Месса Этот автоматический поезд призван обеспечить безопасность Угу По сотрудникам исследовательского центра Черная Месса В текущее время 8.47 утра Внешняя температура 33.80 градусов С ожидаемым положением до 41 градусов Здание центра всегда поддерживается температура 20 градусов по Цельсию Угу Данный поезд направляется из помещений уровня 3 Тест-лаборатории и административного здания сектора С Если вы направляетесь в охраняемую территорию за сектором С Вам придется вернуться к главному пересадочному блоку в зоне денег И пересесть на охраняемый полк Если вы еще не прошли процедуру идентификации личности в охранной системе Обратитесь к персоналу станции... Я просто молчу, чтобы слушать эту динамику вы спослушали Это неоходимо для получения доступа в охраняемую зону Сейчас как-то он быстро поехал, нет? Чуть все ржавок Не обновляли давно, не ремонтировали комплекс, да? Из-за высокой токсичности микросреды в исследовательском центре Как следствие работы с материалами, запрещено курить, есть и пить в транспортной системе черной мессы Оставайтесь внутри поезда при любых обстоятельствах Не пытайтесь открыть двери до тех пор, пока поезд не остановится полностью возле платформы станции В аварийных ситуациях пассажиры обязаны оставаться на местах и ждать дальнейших указаний При необходимости покинуть поезд преимущества имеют ввиду современную подвижность Истерегайтесь шин высокого напряжения и следуйте к аварийной станции до прибытия помощи Ну, для 98-го года довольно неплохая графика, хочу сказать Ну да, мои дорогие друзья, довольно масштабный комплекс, где мы с вами трудимся Будем трудиться сейчас, но я не буду говорить ничего Мы отправляемся на работу, мы опаздываем, мы идем тестировать В принципе, ожидаемо, но все же все же Кстати, их пять, о, работа и быстросохранение получается Прикольно Напоминаем, что курсы по выживанию... Гордон Уфримен, мужчина, 27 лет, наш главный герой Образование, доктор наук, МИД, Массачусство и технологический институт для теоретических физиков Научный сотрудник Должность Значение Лаборатория аномальных материалов Уровень 3 доступ Наниматель Засекречен 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 Угу Засекречен Если вы почувствовали, что в процессе выполнения своих обязанностей Вы подверглись действию радиоактивных материалов Немедленно сообщите об этом ответственному за радиационную безопасность и цель Работаю победительно и благоразумно От этого зависит ваше будущее Вопрос не буду еще сполерить, мало ли кто не знает К лабораториям Сектора Си И Административным зданиям Пожалуйста, не подходите к автоматической Двери, и подождите пока сотрудникок безопасности Проверит наличие доступа Перед выходом из поезда Убедитесь, что вы не оставили в нем личные вещи спасибо и удачного и безопасного вам дня хорошо спасибо запасы вы кажется запаздываете кажется нам и сюжету так и есть я проходил игру извините я на службе мистер приман окей а мы можем сделать это попозже что это и увидимся позже ты уверен и пиво еще пришли о киеве аргумент все то да ладно пошли птиц дальше я должен стоять устойчивый нормальный материал но это уже следующая глава собственно говоря и чтобы никаких спойлеров не было дверку открывать сохранено ну что мои дорогие друзья вот у нас первое видео как всегда такой традиционно обзорная думаю как раз самое то чтобы его заинтриговать и игру вам показать да ну что давайте пока что подводить итоги мы будем проходить по одной голове игровой в одном видео до непосредственно думаю это будет более правильным и для вас удобно мы для так сказать общих интересов конце концов до конце концов мая друзья что мы сегодня с вами узнали что мы сегодня увидели первое мы поговорили с вами о самой игре о half-life в чем ее особенности каковы особенности игры непосредственно каковы некоторые тонкости разработки да вообще рассказала много полезной и важной информации который сейчас может быть даже проблематично найти вот если вы будете пытаться целенаправленно копаться в общем поговорили с вами об игре half-life что она собой представляет да это первое второе мы с вами прошли обучение непосредственно да то есть посмотрели механику игры воочию основные и функциональные особенности структурные да и третье конечно же мы с вами начали проходить эту замечательную игру прошли первую главу с вами непосредственно да проехались на монорельсе авторились но но вот это вот сам с вами транспорте дам посмотрели масштабы комплекса черное мезо получили представление о том чем он занимается ну так косвенно очень конечно увидели и поняли что это место достаточно большое и тут ведутся серьезные эксперименты серьезными людьми вот такая вот у меня для вас информация мои дорогие друзья девочки и мальчики ну что думаю я вас заинтриговал если вы эту игру проходили вот может смотрите это с ностальгией такой с хорошим вспоминаниями теплыми да если же игру не проходили но играли то для вас думаете интересно значит чем же тут все закончилось что вообще произошло если вы не в курсе допустим но если вы эту игру не видели вообще не слышали я думаю вам будет интересную посмотреть понять что же это за такая культовая игра вокруг которой столько слов слухов и приколов да в конце концов что он не утратил свою культуальность даже сейчас 2017 году вот так вот у меня для вас информация ну что на связи был м кабацкий и мы заканчиваем всем спасибо за внимание мы увидимся с вами в следующих видео по прохождению этой игры мы с вами видимся на канале наша сами старого доброго консервативного канале возможно даже увидимся на стримах но что он на связи был м кабацкий и мы заканчиваем всем спасибо за внимание всем пока